Ну это очень удачно, потому что времени, как всегда, с утра нет. Ленивые это больше всего подходит. И для приготовления этого блюда нам понадобится рис, кукуруза, замороженный горошек, лук, чеснок, соль, черный молотый перец, кориандр, растительное масло, сливочное масло и зеленый чай с жасмином. Рис и чай? Почему мы не можем сварить рис в чай? Что нам мешает? Необычно, по крайней мере. Итак, Наденька, ну что, включай духовочку. Сколько градусов, Женя? Сто восемьдесят, Наденька, еще поставь чайник. Давайте, может, я что-то буду тоже получил. Ты сейчас тоже будешь делать, не переживай. Мы возьмем лук и чеснок. Андрей, начинаем с самого простого, с базового. Нарежь лук полукольцами. А я пока почищу чеснок. Смотри-ка, он прикольно чистится. Самурайский так. Так, чеснок есть. Тем временем я возьму сковородочку. Надь, ты справилась уже? А чеснок? Давай. А что с ним делать? Так же нарезай его, ну не полукольца, а мелко его нарежь просто. Меленько. Так, теперь берем, наливаем обычного подсолнечного масла. Ты сказал, что мы будем запекать, а мы начинаем жарить. Нам нужно обжарить для начала лук и чеснок, для того, чтобы он раскрылся. А после этого мы смешаем его с рисом. Наденька, я смотрю, там уже наш чайничек закипел. Закипел. Нужно заварить чай. Это то, что даст рису необычный вкус. Чай с жасмином. Но если у вас нет чая с жасмином, можно взять абсолютно любой. Вот, например, есть наш земляничный чай. Можно взять земляничный чай, заварить, и на нем сварить рис. И у риса будет абсолютно уже другой вкус. А крепкий чай нужно заварить, Жень? Нам нужна одна чайная ложечка на два стакана кипятка. Смотри, тем временем, пока я заливаю чай, уже сковородочкой разогрелся, добавляю лук. Мы используем пропаренный рис. В нем меньше крахмала, поэтому он в духовочке не слипнется и хорошо приготовится. На один стакан риса нужно два стакана чая. То есть один к двум. Лук почти дожаривается, добавляем чеснок. Чеснок ушел. Я руками, ничего так? Стой, руками нельзя. Вот еще. Окей, нормально, тогда перемешивай, чтобы не перегорало. Наденька, ты тем временем возьми стеклянную форму, смажь форму маслом. Все. Лук уже стал прозрачный. Давай, он уже дарит. Высыпаем форму. А, сюда уже отправляем? Все, поехали. Да. Слушай, правда, все как-то быстро разворачивается, да? Угу. Как хорошо ты разравниваешь. Давай. Равномерно. Так, теперь берем один стакан риса, также высыпаем в форму и разравниваем. Ага, вот как-то аккуратненько. А можно вот так вот даже? Да, 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 вот так вот, как чувствуешь. Знаешь, приготовление это как чувствуешь, нужно чувствовать рис. А ну больше у меня как пойдет, знаешь? Не, ну как пойдет это само собой, но хотя бы старайся чувствовать. Женя меня заранее предупредил. И я рис промыла от рисовой пыли или грязи. И я напоминаю, что когда вы моете рис, это нужно делать холодной водой несколько раз до прозрачности воды. Таким образом мы избавляемся от лишнего крахмала. Теперь достанем из нашей морозилочки кукурузу и горошек. Горошек. Пожалуйста. Так а что, нам сюда прям все? Да, да, две столовые ложечки. Так, равномерненько. Равномерненько все. Так как у нас рис ленивый, нам не нужно предварительно размораживать горошек и кукурузу. Мы просто вот все добавляем одновременно. Идеально. И добавим туда соли и перца. Прямо сверху посолить? Пол чайной ложки соли. Насыпаем. Оп-оп-оп-оп. И добавим еще щепотку кориандра. Чтобы не перекориандрить. Да, не перекориандрить. И теперь нам уже два стакана чая. И надо музыку такую нашли. Так, поехали. Да, британскую музыку. И стинг где-то там перевернулся у себя на постели. Я вам скажу, это самый необычный рис, который я в жизни видела. Ну скажи, вот я хоть раз готовил что-то обычное и простое? Нет, это был не ты. Это не мой подход. И нам еще нужно два слайсика масла. Для того, чтобы наш рис был чуть-чуть нежнее. А ты пока подготовь фольгу. Нам нужно наш противень закрыть фольгой. Андрей. Так, да-да-да, я слушаю. Теперь у тебя очень важное будет дело. Отправляй этот рис в духовку. Я помогу тебе, Андрей. Нет, нет, Надя, не надо. Я открою духовку. Не стоит. Давай, я задержу их, ничего. Наша духовочка разогрета до 180 градусов. Так. И наш рис будет запекаться 25 минут. За 10 минут до конца приготовления мы снимем фольгу для того, чтобы рис запекся. Все, Андрей, давай, вперед. Давайте, достанем. Давай, давай, гоу, гоу, гоу. Ой, как пахнет. Слушайте, класс, да? Посмотрите, как красивенько. Как я раньше вот это вот не делал. С ума сойти. И не поверишь, что мы почти ничего не делали. А блюдо какое шикарное готово. Кушать, пробовать, есть. Есть, есть. Давайте попробуем. О, держи. Смотрите, какой рассыпчатый рис получился. И цвет какой прекрасный. Ой, класс какой. Ой, какой аромат у этого риса. С ума сойти. Ммм, сливочно-жасминовый вкус, да? И все вкусненько. Это у всех так вкусненько? Ммм, просто классно. Такое нежное. Али, посмотри, рассыпчатый. Супер рассыпчатый. Даже не верится, что это блюдо называется ленивый рис. Он должен называться восхитительный рис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова